как выглядит старый витебск думаю довольно многие жители нашей страны представляют себе неплохо между тем сейчас мы находимся в витебске новом вокруг так называемая юга город и сейчас активно строится вот в том направлении поэтому возможно и не случайное совпадение что именно здесь в кафедральном костеле езуса милосердного живет и трудится один из самых молодых епископов в мире олег будкевич как проходит его обычный день скоро узнаем обычный день самого молодого белорусского епископа его эксиленция именно так и следует обращаться к духовной особе столь высокого ранга за рулем сам и давно на машине предыдущей опеле отъездил семь лет и мог бы дальше однако нынешний статус подразумевал и технику поновее так появилась шкода кажут что машина гэта не не роскошь а не сродок для руху и перемещения вось тому зазумело что ну повинно быть доброе как сидаешь машину идучи по пельных справах как не думать об тем что и на вось зараз 10-ти пистане затримается и и выйдешь выбежь и проза спазит из графику тому повинно быть и добрым стане а видно быть и добрым стане махчима было побыстись а ну хоть тяжко уявить тяжко уявить было без машины еще не епископ это напевно время складано было время складано епископом служит уже около трех лет сейчас путь всего лишь на другой конец города в костел святой варвары за два года эксплуатации шкоды пробег на машине уже сто тридцать пять тысяч километров объясняется просто витебск на востоке до крайней западной точки области браслова если по самой короткой дороге больше двухсот тридцати километров но поиск коротких путей на епископской службе конечно же не является определяющим вот и считайте у дтз тропляли калинево старалась старалась а тут ваш духовный статус допомагал тянет в таких ситуациях ну на ват не ведаю бояк раз это выпадки были по моей вине и там у ягодом не афишевал не зразумел там в документах здесь она фигурировал зашвозу что полная особа али не не спробовал никаким чином на очень просто то что духовная особа то некие себе привилей привилей сдобыть не были великие школы не великие ведома что кожная дтз тягнет за собой тягнет за собой полная кошта полная расходы я буду боков вось ну как виноваты то виноваты 18 января 2014 года в костюле иисуса милосердного в витебске прошла епископская хиратония посвящение в сам да уж не самый обычный день все по канону в числе гостей духовные особые из прибалтики украины и польши представители в том числе и православной церкви посвящение в епископы принял из рук апостольского нунция в беларуси клаудио гуджиротти символические вопросы ответы олега будкевича звучат громко и уверенно хочу самая главная часть церемонии момент непосредственно перехода когда кандидат становится епископом происходит это через возложение рук говорят же был рукоположен в епископы и жест этот идет еще от апостолов таким образом они передавали апостольскую власть преемником епископская митра во время молитвы напоминает про блеск святости а еще из рук апостольского нунция получает пасторал читай пастерскую власть пастырь должен быть чутким и стеречь стада от хищников приветствие мира и любви знак единения всех участников литургии такой же символ единения епископ олег будкевич немного позже передал своим родителям они тоже на празднике рядом родные сестры не жакона для меня самого першую чаргу ну думаю так сама для инших а я тем не меньше это паде осталось а витебская децезия мая бискупа ну и будем сподеваться что бог и кисти не улжите все все свои справа и сам так само просто человека что сте что сте зробить вот спустя почти три года можем наблюдать как именно божественная воля осуществляется обычный день епископского служения первым делом визитация в костел святой варвары и ситуация это ну так как слова подповедая наведание наведание парафии профиальной супольности с мэтой ну может и кладно поглядеть на на ее житем восьма чтобы сустреться с людьми и поразмавлять на высветить первые питания послухать людей да их затекали нас оси их на потребы и вот как это обстоит на практике олег будкевич сегодня принимает самое непосредственное участие в богослужении между тем встреча не в храме а еще на улице витебского епископа ритуал ответственный тем не менее сначала помощь тем кто в этом действительно нуждается а потом уже все остальное да поможете по белорусски и мша так это называется по белорусски по-русски более многословно святая месса она же божественная литургия в церквях католического обряда основное богослужение витебск конечно же не самый католический город беларуси традиционное деление запад католики восток православная работает во всей стране и в витебской области в частности тем не менее костел святой варвары полон прихожан собственно с этого прихода в витебске все и начиналось точнее сказать возрождалось еще в 90-е годы прошлого столетия сейчас католических приходов в городе четыре в новом микрорайоне билева вскоре появится пятый он уже прошел регистрацию наверняка люди приехали на службу и оттуда музыкальное оформление службы несколько отличается традиционного да хор был но часть имши прошла с пением под гитару и перкуссионный инструмент кахон тоже своеобразная либерализация а еще в храме много детей и чувствуют они себя вполне свободно но было бы странно если бы паства его эксиленцию знала исключительно как самого молодого епископа и не больше однако олег будкевич знаменит прежде всего своими проповедями получается так проповедь которая запомнится и как говорят дойдет до сердца построена по тем же законам что и любое другое удачное литературное произведение помимо понятного языка и ярких знакомых образов метафор здесь есть четкая схема экспозиция завязка развитие кульминации развязка можете не сомневаться духовная особа ранга епископа это еще и талантливый литератор и мы к этому еще вернемся но чуть позже литургия завершилась после встреча с самыми маленькими прихожанами тест драйв ораторского искусства говорить о религии с детьми особая наука искусство или чутье нужно быть ежесекундно готовым к любым нестандартным поворотом рождество прийти это слово и кое-какое время часто мы живаем на нас на разных плакатах это пишут да венчу им с новым годом и рождеством и рождеством с новым годом права а хто на рождецца бог увы глядя кого овечки ну юстяки символ юстяки символ езуса креста да что он так само является такой овечка якая была на складе нового аферди избавления этого света азина рожаецца хто язус христос а хто он таки сын гата сын бога ца сын бога ца сын бога ца венки добра и он бог че не ой зараз поглядзем мы как у вас на какие-то хэдзе справа идут он бог а хто он еще збавитие наше збавитие не добра а не кто визитация происходит не только в стенах храма неформальное общение с прихожанами можно рассказать о своих впечатлениях от святой мессы и спросить о да в принципе о чем угодно ожидание вот этого святости было настолько мощно что я это запомнила всю свою жизнь вот видите не одиноко эту словами не передать бачите я не традиция костела да якая что-таки ну покинула гэтасы крамот уже она больше старейший взрослый приведет из этой думкой как человек принял даже того духа уже больше зерелом взрослого всталости христианские время есть и для общения с церковным хором не отчекать я так на вугол сяду жениться уже и так не грозить то могу на вугле посадить вось то что у вас новенького расскажите обычный день и только визитация длится несколько часов когда все формальные и неформальные нюансы реализованы можно подвести пока предварительные но итоги у полных крысах мы сегодня увидели нестандартный подход до литургии как вы до этого ставите вот ну как раз на тое питание где можно было бы эту крыту сделать иначе потому что тут это сталося с той годы что есть одна им шанс бископом будет еще в вечере конечно но уже по кольке тут встречается и детей и молодых ну то вот эта литургическая скажем так фарбовка спевы они были так само и в классическом стиле вот так спевал ну и так само в молодом в молодом таком стиле вот ну это питание которое можно таким можно и думаю требует раскрыть человека перед богом одночасово захватить все ж таки эту повагу бо это литургия это представление бога всемогутного великого ось и тому так как с веками эта традиция выкроцовывалась так само люди и они отчували гэтую божию величек а и так бог не заставший на свиньи близким а не заставший богом возит тому певные певные межи и за фиды треба захватить выступление на публике забирает огромное количество энергии и уж тем более когда работаешь не по формальному признаку а самоотдачей но если после завершения всего съемочную группу обычного дня ждал весьма сытный обед его экссиленция к еде не притронулся сейчас период рождественского поста по наблюдениям ему и в целом присущ аскетизм отсюда вопрос теперь не из области лирики но физики откуда берется эта энергия молодой человек я думаю что это не такая складная речь наводка не это и вымогает крыку такого усилку ось тому ну что дякувать богу такого такой стопленности как мне не дозволило вось пребывать больше участку скажем так даже сейчас с людьми ну это великой пирожкодами является как и у любого человека у епископа тоже есть мечта сакральная но при этом у нее вполне понятное материальное очертание возрождение костела святого антония подуанского если в историческом центре витебска православных храмов уже четыре католического ни одного и архитектурную доминанту до революционной витебской рыночной площади костел святого антония увидеть можно разве что на ретро фото на стене пиваной побольше с этим антонием был еще побернавдинский кляштер и частка этого кляштера еще заховалась вот наш центр пассаж да это как раз частка того того былого былого кляштера и как бачим что вельми часто на хвиявах старого витебска вельми часто знаходится ведь мне это костел костел святого антония скажу что это был как раз той той исторический центр реки но он без без вот этого выгляду это костел он просто и он неполный мечта станет реальностью если к ней долго ли коротко ли но все же идти олег будкевич и делает шаг за шагом городской совет по архитектуре не против а сколько шагов еще понадобится бог весть есть махтима с салком разместить его таким чином что он не будет перешлижать не то что на вот проезжий час она вот будет частка тротуару перед этим костелом если кафедральный костел иисуса милосердного расположенный в относительно новых южных микрорайонах города и для его эксиленции приход относительно новый то культурно-религиозный центр на севере города на улице гагарина это зона прямой ответственности олега будкевича еще с 2003 года таковы реалии этот район витебска гагарина в начале двухтысячных аналог минских шабанов для тех кто не бывал даем справку в темное время суток здесь всегда можно вполне спонтанно поучаствовать в боях без правил зрителей и предупреждения святыня на этой улице ну просто была потребна так бог гагарина спочинается сизо поздней субмет экспертиза лтп якою побочу с нами у соседствия поздней еще одно лтп психиатричная больница на заканчение 8 и тому али разом с тым я не могу сказать что тут некие были скажем за это пункт влечения проблемы я думал что отрабо было часа часу разговаривать с людьми яке по привычке тесте приходили туда вот спивалось и спиртное вось но али мы неким чином поторопили мирным чином домовица бульдзе разумели что коллега тогда уже скажем так будет не призначены на костюм на святыню то со с разумением скажем так до этого подходит обычный день возвращаемся в кафедральный костел иисуса милосердного чтобы уточнить какие дороги ведут к епископской митре олег будкевич родом из западной беларуси родился 18 марта 1972 года в деревне герасимово-брасловского района юнанство детинство нас а пришлось на той час коли религия у нас была заборонена и и на ученцам школе этому что не было так легко вызнавать свою свою веру ну аль мне пасчастило иметь верующих батьков и то что у моим родным городе у брасла и будет так сама святар осяки на свой страх и риск избирау дзятей так сама до костела ну и мое батьки ось почували сида гэта обовязку да это отказности выховать своих децеев у веры шмат прасла внову покойки это заходный район ось и там унавто советские часы это костел и он не пустовал клей зараз вось глядеть на те снимки какие были стык часов и до першей коммуне это были в сапарады на топы децеек и ким батьки приводили ось да да костела в оси дом это уже оси дома пришла крыху крыху поздней вось и что это что дотычаца святарства думок об святарстве у нас к не ходил у школу на вот еще таки таких идей навод не было вось но али уже при заканчэнне университету скончу свой час белорусский аграрно-технический университет а специальности к вось ну выдавала сюда бога если бы была у меня такая мара вырошивать хлеб и уже на опошнем курсе можно узнекла такая такая думка что мог не поспробовать сразу после окончания аграрного университета в тот же год высшая духовная семинария в гродно с 2000-го служения сначала векарей в приходах новополоцка и миор затем настоятель в совсем маленьких бешенковичах и уле день и весь удивляет что я так жартам расповедал что они мы часто знаходим так самых католиков веке уже нажаль померли и тогда кликали католического святара и вось на поховании с этих католиков было только двух святар и то что лежал в труне решта были православные 8 0 запрошали помолиться за душу эту память и гэтага человека вось и ну а с часом оказывался что вось таких схаванных католиков да які часто на вот не признавались до своей до своей католической конфессии было вельми шмат вельми шмат и это свечит что вы знали на этих у сходних территориях где зарыш ты конечно большая частка это люди переехали заходных территорий вось здесь из родинской из миска из брасовской заход не частки витебской дэцези веста браса глубокая поставы далее вось и яны утворали вожиды костяк тих с упольностью профиальных тут епископ конечно же довольно значительная духовная особа что само собой подразумевает значительный багаж жизненного опыта но этот факт один из самых молодых епископов в мире говорит сам за себя яско лето дождь и стойки сбираются к черепах не працювать уже на полную мосту на полную киба трэба трэба на гэты и часу вось но я добро ведаем что человек учиться на помылках первоважно на своих если чу такое выказывание что чужие помилки часто не допомагают трэба нарабить своих вось тому ну хотелось бы конечно как бы этих помилок было як мега меньш вось 0 без этого не обходится хопая у вас их помилок напевно хопая вось но а лет им меньше все ж таки спробуешь неким чином много этого подбегать ну и учиться на своего досвиду по кольке не хопая то трэба приглядаться да в опыту досвиду инших бискупов и так самых яке уже шмак часу працуете в нашей краине и бискупов из инших так сама краин ось бог это для места продаж то что сиосе к ним именно для меня не открытая гальна хоть не бывало выдавалась об той самое духовенство но все ж таки это взрывнью и он вымагая кроху инших не сдавалась а ну я костю веду на вот упал на святую першу чаргу досвиду здесь же при костюле иисуса милосердного епископ олег проводит немалую часть своей жизни вернемся к вопросу создания проповедей где и как они рождаются прежде всего это каплица епископа место для молитвы здесь его эксиленция проводит около трех четырех часов ежедневно зараз мы с вами знаходимся у святая святых куры на органа децессии да и место молитвы место где находится на святейши сакрама место где бискуп проводить свой основный час скажем к этому инших неких пильных занятков тут распочинается день тут на протягу дня за всюду есть хелин и кали сюда заходжу ка помолиться и минавито тут минавито тут народжаются те думки и идеи ке позднее вось реализуется у проповедях указанях в неких скажем конференциях и гэтак далее и тут в этом месте отрымливуюсь те натхнение ось часом бывает так что навод сюда приходишь залогом с шутком пишу на лекаре это больше такая должнейшая праца то вось нас управлять каплицу мою свою операционный кабинет и там уже все еще за столом тогда уже эти думки и киев не кавичу своих реализую на папе кабинет тоже весьма скетичен и здесь находим вторую дорогостоящую вещь помимо автомобиля в жизни его эксиленции компьютер а из библиотеки почерпнем часть ценных сведений ведь образы для проповедей прежде всего отсюда это материалы ки выкаристовывается так сама мальтуньки святое писание ну и катехтичный материал это ось тут працы и творы римских пап починаем чаде я напал другого тут восьминитый катехтичный материал ось с этими разными так само письмовыми напрацовками взбираются не вообще заховываются бакалерин друкуется на компьютере то позднее уже просто как не взбирать этой макулатуры то перважно не заховываются вось ну и там вот же это той материал теплое ну это все религийная все ж таки литература а светская литература может быть крынецей для вас напевно напевно бо шмак таких образов можно почерпнуть так само и со светской классической литературы так само ну и некольких таких творов может не зашматрали маю тут и в этой библиотеке ой я на отбросках в холодную пору в местности привычной скорее к жаре чем к холоду к плоской поверхности более чем к горе младенец родился в пещере чтоб мир спасти мило как только в пустыне может зимой мести ему все кругом казалось огромным грудь матери желтый пар из воловьих ноздрей волхвы болтазар гаспар мельхиор их подарки втащенные сюда он был всего лишь точкой и точкой была звезда внимательно не мигая сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка издалека из глубины вселенной с другого ее конца звезда смотрела в пещеру и это был взгляд отца витебская область единственная у нас стране которая соприкасается и с западной и с восточной границей вот и герб олега будкевича это икона божьей матери брасловской владычицы озер и герб витебска голова спаса с мечом фактически вся белорусская история это примеры соприкосновения востока и запада с разными целями и итогами однако именно в этом конкретном случае и здесь двух мнений быть не может этот пример служит миру и людям это был обычный день с его эксселенции олегом будкевичем